Ты довольно дисциплинированный боец, но не получил вы сделать вес, что пошло не так? Между поединком промежуток был небольшой, но получается недостаточно дисциплинированный. Все как один комментатор и фанаты говорят, что твой предстоящий соперник унга тебе не соперник. Как думаешь, насколько он конкурентен для тебя? Завтра увидим, благо я так никогда не думаю, у меня с этим все нормально. Есть такое небольшое волнение, как и должно быть. В таких случаях я дерусь гораздо лучше. А соперник, ну мне лига предоставила поединок, я должен был удовольствовать с другим бойцом, но вот так получилось. Асандрик Бадаев, после твоего предыдущего поединка говорил, что ты уже на следующий день после боя с Вартаньяном поехал тренироваться. Насколько это вообще получается тебя мотивировало? Ну, я всегда так делаю, меня особо так мотивировать тоже не нужно, я люблю тренироваться. Я, возможно, не люблю эту атмосферу, и я теряю вкус к этому виду спорта, точнее к этому бизнесу. Но тренироваться я люблю, я каждый день тренируюсь. И в воскресенье я люблю тренироваться, это мое хобби. Изначально у тебя запланирован был поединок с Александром Матмуратовым, насколько закрыта уже тема поединка с ним, или ты все еще открыт? Я завтра дерусь с Алленом Элунгой, и это будет хороший бой. Ты говорил, что хочешь провести пять поединков за год, то есть распиши примерно твой план на предстоящий год, если разбить по секторам. План немного изменился, у меня была травма в подготовке к полуфинальному бою в Гран-при, и я думал немного залечить, но предложили поединок. Я решил чуть подождать с этим, и, наверное, после этого поединка немного займусь здоровьем. В финале Гран-при будет драться Вартаньян и Резников. Кто, по-твоему, победит, и чья победа для тебя выгоднее? Я не делаю прогнозов выгоды в этом поединке, я тоже не ищу. Оба парня работали, и каждый из них заслуживает победы. Говорят, что в предстоящем Гран-при новом легковесу будет участвовать Абдул-Азиз Абдул-Ахабов. В связи с этим стоит ли ждать твое появление в Гран-при? Нет, не стоит. Там есть разговор с ребятами нашего клуба, и там будет другой боец. Я тоже общался с Асланбеком. Абдул-Азиз будет основным участником, и будет еще один парень из нашего клуба, и это буду не я. Уже на предстоящих выходных состоится поединок Артура Бетербиева с Антони Ярдом. Общался ли ты с Артуром? С Артуром мы близко общаемся, особенно когда он бывает дома, мы видимся. И я считаю, что это не то чтобы... Ну, я думаю, я в боксе, я интересуюсь боксом, мне нравится бокс. Есть даже предложение, возможно, там меня тоже увидят. Но я считаю, что именно в новой истории бокса российской Артура лучший боксер. Три пояса, я думаю. Я уважаю Бивола тоже, но я не знаю, почему ему дали. Лучшего боксера, у которого один пояс, у Артура их три. Ну, там, возможно, своя система. Но этот парень тоже заслуживает этого статуса. Но я считаю, что Артур в десятке лучших, в пятерке лучших в мире. 16-16 вроде. И то есть, по-твоему, он вообще лучший из российских боксеров, да? Да, на несколько голов. Ждешь ли ты, как многие фанаты его поединка с Бивовым? Честно сказать, не так сильно. Потому что этот поединок уже давно должен был состояться. Но даже близко разговора об этом и не бывает. Только вокруг да около. Я знаю, что Артур готов, мы с ним общались всегда. Возможно, промоутеры не могут договориться. Но там большая система в боксе, там за всем не уследишь. И они в этой сфере. Хотя немного интересуюсь ей. Это тяжелая система.